Привет из Беларуси! Пришла пора обрабатывать розы. У нас сейчас днём 7-10 градусов тепла, а ночью небольшие заморозки минус 2 минус 4. Почки еще не распустились на розах. Как раз время обрабатывать розы первый раз по нераспустившимся почкам. Нам нужна хорошая погода, хотя бы три часа без дождя и конечно без ветра. Давайте приступим к этой серьезной весенней работе. Я буду производить обработку препаратами топаз и октара. Топаз системный фунгицид. Можно взять любой системный фунгицид. Октара препарат от вредителей. На 10 литров топаза нужно 5 ампул. В инструкции написано 10 миллилитров на 10 литров. Это значит нужно взять 5 ампул. И октары на 10 литров нужно взять 2 пакетика, то есть 8 грамм. Тоже все прописано. Перед тем как пользоваться, читайте внимательно инструкции. Другие препараты я вам напишу все на экране, которыми можно пользоваться. Вы можете вообще взять любой системный фунгицид, который есть ближе к вашему дому. С химией работаем только в перчатках. Сначала разводим все в небольшом количестве воды. Сначала разведем октару. Теперь будем вскрывать ампулу и заливать туда топаз. Я обрабатываю необрезанные розы, потому что некоторые еще не проснулись. по непроснувшимся почкам. Кто-то проснулся. Разные сорта ведут себя по-разному. Важно не просто обработать, но и как бы пролить немножко, обработать приствольный круг. Если есть какие-то там сорняки и другие растения рядом. И вот у меня рядом здесь сидит и кипарисовик такой карликовый. Я его тоже обрабатываю. Где-то вот видно, что розы уже хорошо перезимовали. Почки уже проснулись. Вот будет время. Буду потихоньку обрезать. Если у вас позволяет время, то можно сначала обрезать, а потом обработать. Обрабатываю в маске защитной. В одежде которую буду снимать обязательно и стирать. Всегда нужно соблюдать правила работы с вредными препаратами. Нет ничего дороже здоровья. Розы наши обработаны. Теперь можно не спеша и аккуратно обрезать их. Ну, а у нас еще с вами очень много работы в весеннем саду. Тем, кто досмотрел до конца, подарок букетик рокусов. Если вы впервые на канале, походите, понравится, подписывайтесь. Ну, а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.